Советский кинематограф нас не только воспитывал. Кинематограф нас учил и готовил к будущим переменам в жизни. Давайте рассмотрим процесс подготовки нашего бизнеса на примере советского фильма «Зигзаг удачи», снятого режиссером Эльдаром Рязановым на киностудии «Мосфильм» в 1968 году. Главный герой этой киноленты обыкновенный фотограф Володя Орешников внедрил на предприятие сразу две крутые бизнес-идеи. В поисках выхода из планово-финансового тупика коллектив монолитно молчал. Первая бизнес-идея фотографа Орешникова состояла в том, чтобы выполнять план государственного предприятия за собственные деньги. У меня есть, так сказать, маленькая оригинальная идея. Поделись свои мысли, Володя, поделись. Скажите мне, пожалуйста, что делают в театре, когда нет пьесы? Ничего не делают. Неправильно. Актеры сами пишут пьесы. А что делают в отрезвителе, когда план не выполняется? Сами надираются. Умница. Короче, если некого снимать, я предлагаю снимать самих себя. Вот, предположим, ваше предприятие не выполняет план и за это дружному коллективу не выплачивают прогрессивку. Эта премия такая. Нужно самим фотографироваться в фотографии за собственные деньги. Тогда и план будет выполнен, и премию коллектив фотографии получит. Вряд ли окупит расходы по нашим снимкам. Вторая бизнес-идея Орешникова состояла в том, чтобы общественные деньги кассы взаимопомощи не раздавать в долг работникам предприятия, как это предусмотрено. А купить на них государственную облигацию выигрышного займа. Потом выиграть в эту лотерею крупную сумму денег и поделить их между участниками бизнеса. Прекрасная идея. Если вам повезет выиграть в лотерею у государства. А вы пробовали выиграть что-нибудь у страны, гражданином которой вы являетесь? Вот попробуйте. А потом расскажете мне о собственном опыте. Субтитры создавал DimaTorzok